Это Ноябрьск 24. Здравствуйте. Сейчас о главных событиях этого дня. И все-таки побои. В Ноябрьске заведено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью трехлетнего мальчика. Кто понесет ответственность? Территория заблуждений. Почему часть муниципальной земли оказалась захвачена самовольными постройками? И есть ли у собственников надежда сохранить свои бани и гаражи? И любимая игрушка или опасное увлечение? Как популярные спиннеры влияют на здоровье детей? Роспотребнадзор взялся проверить. Минстрой подготовил поправки к закону о долевом строительстве. Специалисты ведомства предлагают компенсировать дольщикам в случае банкротства фирмы-застройщика стоимость квартир. Речь идет о жилье, площадь которого до 100 квадратных метров. Ранее Госдума приняла законопроект о создании компенсационного фонда долевого строительства. Его задача как раз и дополнительная защита прав и законных интересов дольщиков. Впрочем, имеющиеся в нем деньги не будут тратиться на то, чтобы помочь людям, которые уже оказались обманутыми дольщиками. Сейчас законопроект подготовлен ко второму чтению и внесен рассмотрение в Госдуму. Только на этапе обсуждения в документ внесли больше трех десятков поправок. Для ноябрьска проблема обманутых дольщиков, к сожалению, весьма актуальна. О действии недобросовестных застройщиков пострадали люди, вложившие свои деньги в строительство домов на Советской 28, Космонавтов 35 и Республике 60. Более 200 самовольно, а значит незаконно установленных гаражей, металлических контейнеров, будок и даже саун обнаружили специалисты Департамента имущественных отношений. Все эти объекты находятся в основном в городских поселках и представляют угрозу как безопасности людей, так и экологии. По территории самозахвата прошлась наша съемочная группа. Эта станция техобслуживания находится прямо в гараже, который Гулидин Керимов приобрел 26 лет назад. Правда, за столь долгое время участок он так и не оформил в собственность. В то время же нам земли дали, кто-то к тебе сработал и им дали земли, вот так, пользовали. Просто дали без документов, что хотите строить? Этот металлический гараж входит в число 200 объектов, которые установлены на землях униципалитета незаконно. Это выяснилось в ходе первой масштабной инвентаризации, которая недавно была проведена в городе. В поле зрения попало не только недвижимое имущество, но и стоянки старых автомобилей и даже завалы сломанной бытовой техники. Инвентаризация проводится с целью освобождения дополнительных земель. Конечно, раньше эта работа проводилась, но не в таких масштабах. Хочется, чтобы новые микрорайоны города были красивые, благоприятные, привлекающие внимание, чтобы не было захламлений земельных участков. Это сооружение, внешне напоминающее бункер, по мнению специалистов, не что иное, как сауна. Об этом свидетельствует вентиляция и проведенные к строению сети коммуникации. Сейчас департамент по имуществу разыскивает тех, кто мог построить эту баню, а заодно выясняет, законно ли сюда поступает электроэнергия и вода. В органы внутренних дел направлен запрос, участковый проведет мероприятие, направленное на выявление собственника. В случае, если собственный убит обнаружен, согласно действующему законодательству, он может донести административное наказание. Таким самовольным захватчикам земель грозит штраф. Для физических лиц он составляет до 5000 рублей, для юридических может достигнуть 100. О том, что владелец разыскивается, его строение возведено незаконно, говорят объявления на фасаде. После получения такого предупреждения у человека есть 14 дней для того, чтобы добровольно освободить землю. Иначе вопросом уже принудительно займется департамент имущественных отношений. Идут обращения граждан с просьбой установить дополнительный срок по демонтажу, так как они хотят в период летнего отпуска решить вопрос по вывозу своих личных вещей. Но есть люди, которые не согласны с органами местного самоуправления о том, что данное строение подлежит демонтажу. Но объясняю еще раз о том, что если земельный участок не предоставлен был в пользование на законных на то основаниях, то данное строение подлежит демонтажу. По примерным подсчетам, после массовой очистки свободными окажутся почти 5000 квадратных метров городской территории. Предполагается, что большая часть из них пойдет под индивидуальную жилую застройку. Елена Жаркова, Александр Паханов, ноябрь с 24. В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Теперь эта процедура упрощена. Отныне транспортное средство можно поставить на учет даже с трудно читаемыми госномерами. Речь идет о тех случаях, когда регистрационные знаки на авто были повреждены в результате естественного износа или коррозии. Кроме того, согласно новым правилам из перечня документов, обязательных для предъявления при регистрации, исключен полис ОСАГО. Когда граждане теперь обращаются для регистрации и перерегистрации транспортных средств, они не обязаны предоставлять страховой полис на бумажном носителе. Это не говорит о том, что они должны страховать автомобиль. Он должен быть застрахован от того собственника, который обращается. Но мы можем проверить это по своим электронным доступам по базам. Больше 200 нетрезвых водителей с начала года задержаны ноябрьскими инспекторами на дорогах города. 97 из них отказались от теста на состояние опьянения. Такие данные приводит городской отдел ГИБДД. По информации полицейских, в этом году по вине нетрезвого в ДТП пострадали 3 человека. Еще пятеро получили травмы в авариях, виновниками которых стали автовладельцы, не пожелавшие проходить метасвидетельствование. Только за прошедшую неделю на дорогах Ноябрьска задержаны шестеро нетрезвых водителей. Еще трое ранее уже были лишены прав за вождение в нетрезвом состоянии. Полицейские выяснили, откуда синяки у трехлетнего Арсения Боробутина. Производство начато по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Назначен ряд экспертиз, сообщают в окружном управлении МВД. Конкретного подозреваемого в деле нет. В ходе следствия полицейским предстоит установить, откуда у ребенка побои и кто мог их нанести. Инцидент произошел больше месяца назад, в начале июня. Однако синяки, говорит мама, мальчика остались до сих пор. Галина уверена, травмы Арсения – дело рук няни, которая присматривала за ребенком. Сама гувернантка до последнего убеждала следователей, что ребенок упал с велосипеда. После того, как делом заинтересовался Ямальский следственный комитет, она прекратила общаться с журналистами и наняла адвоката. Причем, говорит мама пострадавшего Арсения, пока шла проверка, няня предлагала ей деньги, чтобы остановить ход дела. Следить за тарифом не придется. Федеральная антимонопольная служба потребовала у мобильных операторов отменить внутренний роуминг. На исполнение этих требований так называемой «большой четверки», «Билайн», «МТС», «Мегафон» и «Теледва» отведено две недели. Если предупреждение не будет выполнено, то с операторов могут взыскать необоснованно полученный доход. В сообщении антимонопольщиков говорится, тарифы должны быть изменены в течение 14 дней с момента получения предупреждения. В Госдуме надеются, что, исполняя предписания, дополнительные расходы не будут переброшены на абонентов. А специалисты Роспотребнадзора решили проверить новомодные увлечения и задались вопросом, как спиннеры могут повлиять на здоровье детей. По мнению контролирующего органа, в последнее время среди российской молодежи этот прибор набирает все большую популярность. Вместе с тем он может представлять и повышенную опасность, особенно для детей младшего возраста. Изучение будет проводиться совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков. Однако уже сегодня для родителей выпущена памятка, в которой не рекомендуют приобретать спиннеры с рук, а также следить за тем, чтобы дети случайно не проглотили мелкие детали этой игрушки, например, часовые батарейки и светящиеся элементы. Педагог из Ноябрьска примет участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Балтийский Артек». Всего Ямал представит четыре молодых учителя. Молодежный образовательный форум пройдет с 19 по 25 июля в Калининградской области при поддержке российского движения школьников. Главной темой станет как раз деятельность и развитие в субъектах российского движения школьников. Молодых педагогов ждут мастер-классы, тренинги, семинары, лекции от ведущих экспертов. А на конвейере проектов учителя, представившие свои социально значимые идеи, смогут получить и грантовую поддержку. Три шага для карьерного роста. Прошел семинар для практикантов двух предприятий компаний «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаза» и «Геофизики». Этим летом производственную практику на двух предприятиях суммарно проходит около сотни студентов со всей страны. В рамках семинара ребят познакомились с понятиями корпоративной культуры, рассказали о ценностях, стратегии и миссии компании, ответили на вопросы о дальнейшем трудоустройстве и перспективах карьерного роста. Сегодня в «Газпромнефте» работает программа продвижения молодых специалистов под названием «Три рубежа». Она предполагает, что всего за три года работы молодой специалист может подняться по карьерной лестнице до менеджера. Первый год отводится на знакомство с корпоративными ценностями, второй – на глубокое погружение в профессию. А к концу третьего года специалист будет готов к реализации самых амбициозных планов. «Свой выбор профессии они уже сделали. Сейчас, когда скоро будут заканчиваться студенческие годы, подготовка к государственным экзаменам и защитным дипломам, перед ними будет стоять еще один выбор. И он, наверное, самый важный в жизни. Это правильный выбор работодателя, который поведет за собой, который поможет развиваться, реализовывать свои цели, достигать их. Сейчас мы проходим практику, и мы какую-то часть для себя подчеркиваем из производства, и какую-то часть мы узнаем о дальнейшей своей работе. Мы уже, в принципе, сделали свой выбор и хотим, наверное, продолжить работать в этой компании». Остров Белый станет площадкой для изучения климатических изменений. В течение года группа ученых будет проводить здесь исследования, чтобы определить, происходит ли на севере глобальное потепление. Научные экспедиции организованы при поддержке правительства региона и окружного департамента по науке и инновации. В состав группы вошли представители шести российских исследовательских институтов и ученые из Норвегии и Германии. На острове уже установили высокоточный газоанализатор. Он измеряет содержание метана, окиси и оксида углерода и паров воды. Эти данные будут фиксировать в течение года и уже на их основании делать выводы об изменении климата. Еще одной целью поездки ученых является рекультивация земель на острове. Туда уже завезли саженцы ивы. Эфир «Ноябрьск-24» продолжит прогноз погоды, новости культуры. Не переключайтесь.